В Левобережье Саратовской области впору объявлять особый водный режим. Пересохшие пруды ставят под угрозу местное животноводство. На днях к жителям Левобережных районов приехал председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Николай Панков. Как будут справляться с засухой в нашем следующем сюжете. От уровня воды в этом пруду зависит уровень жизни местных жителей. Малоснежная зима, отсутствие паводка в Новоузенском районе – все это привело к дефициту воды. Животноводы боятся, что им скоро нечем будет поить свои стада и отары. Местный фермер Кайкеш Искалиев держит 500 овец, более 80 коров и быков. Живность завел полтора года назад, но, говорит, так плохо с водой еще не было. Вода, что есть у нас сейчас, она ненадолго. Вот настанут жаркие дни, как вы знаете, лето, и у нас необходимость будет, вода может совсем исчезнуть. И у нас проблема будет уже не то, что проблема, а будет катастрофа. Пруды, которые пополняются за счет природных осадков – единственный источник воды в этих местах. Нет ни своих рек, ни грунтовых вод. Селяне пробовали бурить скважину. На два километра вглубь – сухо. Здесь впору объявлять особый водный режим под угрозой развития животноводства. Сейчас у нас 90 крестьянско-фермерских хозяйств, 16 сельхозяйственных предприятий, в которых сосредоточено основное поголовье крупно-рогатого скота мясного направления. Остро стоит вопрос с водопоем, как крупно-рогатого скота, так и овцы во всех категориях хозяйств. В Александрово-Гайском районе ситуация ничуть не лучше. И здесь воду приходится экономить. Люди носят ее из колодцев бидонами. А лгают бы радоваться приросту скота. В этом году многие разводят коров, овец, коз, кур, гусей. Но из-за водных ограничений фермеры задумались о сокращении маточного поголовья. В общем, сухие пруды ставят крест не только на развитие экономики района, но и на уровни жизни местного населения. Стараемся держать скотину в каждом дворе сейчас. Потому что надо будет, например, детям что-то купить. Всегда скотина идет у нас в первую очередь. Коммунальные услуги оплатить набирается там что-то. Всегда продается скотина. И вот с этим долгами рассчитывается. В Алгайском районе уже приняли меры. В селе Камышки углубили искусственный пруд на 6 тысяч кубометров. Но наполнить его водой селянам уже не по силам. Губернатор Валерий Радаев выделил 14 миллионов рублей на решение проблемы. А нужно в несколько раз больше. 100 миллионов рублей необходимо для того, чтобы начать и компенсировать подкачку воды, оплату за электроэнергию для перекачки воды по каналам из источников и водоемов. И эту проблему нужно поднимать в Москве. У меня была встреча с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации. Именно по увеличению финансирования, по компенсации за использование электроэнергии для подкачки воды в районы, которые этого требуют. Николай Панков пообещал подключить к этому проекту федеральную структуру «Мелиоводхоз». И заверил жителей Заволжья, что наполнить прудой водой удастся в этом году. Юлия Николаева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.